Когда в СССР показали фильмы об Анжелике, наши зрительницы начали называть Робера Ассейна самым красивым французским актером. Но они и подумать не могли, этот француз на самом деле отлично говорил по-русски и даже считал себя русским. Какой была яркая судьба Робера Ассейна и почему ему пришлось расстаться со своей первой женой Мариной Влади. Семью Робера Ассейна во Францию привели исторические события, а его родители нашли друг друга в Германии. Настоящее имя актера – Абрахам Гусейнов. Его предки по отцу были азербайджанцами. Отец актера был талантливым музыкантом. Его заметили, отправили из Самарканда в Москву учиться музыке. Там Аминола стал Андреем и принял православие. Отец моей матери был очень богатым человеком. У него был банк, доходный дом в Санкт-Петербурге. Моя мама училась в Смольном институте. При этом дед был человеком широких взглядов. В его доме снимали комнаты, в том числе и студенты, будущие революционеры. Дед вел с ними беседы, порой помогал деньгами. Как позже выяснилось, часть этих денег шла Ленину, который тогда скрывался в Швейцарии. Эта дедовская широта души спасла нам жизнь. Когда произошла Октябрьская революция, деда арестовали. Но комиссар, который его допрашивал, оказался одним из студентов, который когда-то снимал комнату в доме у дедушки. И комиссар сказал ему, мы знаем, что ты капиталист, но поскольку ты нам помогал, то мы поможем тебе оформить документы и выехать из России. Вот таким образом Ленин вернул долг нашей семье. Мать Роберта, Анна Миневская, происходила из еврейской семьи. После революции она уехала в Германию. Там же вынужденно находился Андрей. До Первой мировой войны он стажировался в Берлинской консерватории и просто не успел вернуться на родину. Итак, родители будущего актера встретились, поженились и перебрались во Францию, где в 1927 году появился на свет Робер Асейн. Семья жила бедно, отец вместо больших концертных залов стал играть в ресторанах, а маленький Робер получал образование в пансионах для эмигрантов. Долгое время он совсем не говорил по-французски, дома слышал только русскую речь. Поэтому Робер Асейн в интервью нередко называл себя русским и признавался, что жить не может без борща. В 15 лет Асейн пришел в театральную студию, взял звучный псевдоним, работал в театре и ресторанах. В общем, ничто не предвещало успеха и мировой славы. В кино Робер Асейн дебютировал в 1948 году, а первые крупные роли ему начали давать только в середине 50-х. Тогда же Робер Асейн дебютировал как режиссер. В своем первом фильме он снял актрису Марину Влади, она ведь тоже была из семьи иммигрантов. Родство душ свело Влади и Асейна, но не сразу. Роберу пришлось долго добиваться внимания актрисы. «Я устраивал романтические прогулки, мы много разговаривали. Но Марина мне как-то сказала, напрасно, ты не в моем вкусе, чтобы я стала твоей женой, вычерпая ложкой океан. Я пообещал. Океан, к счастью, осушать не пришлось. Через два года Марина стала моей женой». В 1955 году, сразу после премьеры фильма, они поженились. Марине на тот момент было всего 17 лет, а Роберу уже 28. В 1956 году у пары появился сын Игорь, а в 1959 – сын Петр. Марина несколько раз снималась в фильмах Робера, но совместная жизнь пары не была идеальной. Поскольку своего жилья у Асейна не было, он долго обитал у Бриджит Вардо и ее супруга. Молодые поселились в большом доме Марины Влади. В том же доме жили три сестры Влади, мы жили в огромном доме Поляковых, чаепитие, у самовара, беседы, игры. Быт большой русско-дворянской семьи, который они перенесли в Париж. Это быт и погубил нашу с ней семью. Марине не хотелось расставаться с сестрами, родителями, с этим привычным укладом, а я больше не мог жить в колхозе. Как говорил Асейн, брак распался и забыто, семья актрисы нередко вмешивалась в отношения и пары с советами. «Иногда мне казалось, что я женат сразу на всех четырех сестрах, негодовал Асейн». Брак Марины Влади и Робера Асейна продлился четыре года и в 1959 году Влади и Асейн расстались. У пары двое общих сыновей, после развода оба остались с матерью. Имущественных споров у бывших супругов не возникало. Отношения были испорчены настолько, что Марина отказалась играть вместе с бывшим мужем в экранизации серии книг Анжелика. В итоге досады стало еще больше. Влади упустила шанс приумножить свою известность, а Асейн, напротив, удачно воспользовался им. Роль Жофрея де Пейрака сделала его мировым секс-символом. Марина Влади еще трижды находила свое счастье. Сначала она вышла замуж за летчика-испытателя, владельца авиакомпании и родила третьего сына. Затем стала женой Владимира Высоцкого, а после супруга врача-онколога. Их дети, младший Петр или Пьер, живет на юге Франции. Он гитарист и балалаечник. А старший сын Игорь в 15 лет крепко сел на наркотики и погрузился в свой мир. Жил в Полинезии, писал там картины. Когда ему было 40 лет, случилась страшная авария. Игорь с друзьями стоял на обочине, и вдруг на огромной скорости в них въехала машина. Мужчина навсегда остался инвалидом. В начале 60-х пошла вверх карьера Робера Осейна. Он снимался с самыми красивыми актрисами Европы. В 1961 году вышел фильм «Мадам. Беспечность», где Осейн блистал в паре с Софи Лорен. А в 1964 году вышел фильм «Анжелика. Маркиза Ангелов», где пару актеров составила Мишель Мерсье. В СССР Осейн стал популярен именно благодаря серии фильмов об Анжелике, и продолжения зрители ждали с нетерпением. Впрочем, и потом в 80-х у Осейна было много успешных ролей. Например, в фильмах «Профессионал» и «День искупления». Начиная с нулевых, Осейн снимался редко и в последний раз появился на экране в 2008 году. А что касается личной жизни после Марины Влади, то сложилась она удачно. Расставшись с Лади, Робер Осейн женился на сценаристке Каролин Элья Шеф. Она тоже была из семьи иммигрантов. В браке появился сын Николя. А через 15 лет Осейн нашел счастье в лице актрисы Кэндис Пату. Вместе пара прожила счастливо 40 лет. Кэндис подарила Роберу сына Джульена, но актер всегда сожалел об одном – у него не было дочери. До последних дней Робер Осейн устраивал дома русские обеды с борщом и котлетами, созывая всех друзей. Он скучал по детству, хотя оно было бедным и считал себя абсолютно счастливым человеком. Робер Осейн ушел в 2020 году, на следующий день после своего 93-го дня рождения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова